итак дорогие друзья я вас приветствую вы как всегда на канале в гостях у елены и в плейлисте каталог семян 2021 у меня уже каталог образовался в 2020 году именно вот в этом плейлисте вы сможете познакомиться со всеми сортами моих семян до томатов также перцев у меня есть зеленые коллекции черная красная желтые томаты оранжевые бекалор в общем одним словом заходите смотрите так что хочу сейчас вам показать один сорт томатов а этот сорт без именный без именной не знаю как еще назвать то есть нет названия но томаты просто шикарный не его просто просто подарили этот сорт сказали очень крупные мясистые томаты не пожалеешь и реально томат очень хороший оказался сейчас будем с вами взвешивать его вот по нулям и разрезать так смотрите 721 1 томат был килограмм здесь 721 1 томат я вот просто сорвала два и именно с одной связки можете представить один уже мы съели вот их трое вот так было бомбы и а в начале в принципе за завязалась то есть цветочки когда цвели до 5 штук было может себе представить сколько бы было если бы хороший год был я имею ввиду что год не такой солнечный не такой теплый как в этом году очень очень жарко было поэтому цветки становились стерильными итак смотрите 732 но первый томат который мы скушали а он был больше сейчас будем разрезать да посмотрим как на срезе и на вкус но на вкус то я уже знаю это просто обалденный томат поэтому хочу внести в золотую коллекцию я самые лучшие томаты туда вношу и вам предлагаю и так разрезаем хочу вот так разрезать ведь он прям потрескался но вот я уезжала отдыхать и специально оставил чтобы он очень хорошо томат на кусту дозрел вот такие вот пятнышки такие у них есть вот на каждом причем томатике где больше где меньше и он созрел очень хорошо вот так вот прям сочный сочный томат конечно просто сказочный посмотрите посмотрите какая лепешка он стоит того чтобы его сажать семян в нем немного семян немного и так разрезаем следующий думаю что не менее красиво будет прямо папа перед вами все это делаю ой вот видите какая красота здесь больше потому что видите он здесь какой там ровненький а здесь вот с такой горбиночкой вот этот получился и вот эти плечики кстати не на всех томатах вот такие зеленые плечики есть может быть так в этом году сыграла все вот такие вот нарезав один томат вы накормите всю свою семью дорогие друзья посмотрите какие шикарные томаты томат армянский желтый тогда обожаю по нулям 866 грамм и сейчас мои дорогие разрежу покажу вам какая же это вкуснятина внутри нас на самом деле он как идет как биколор вот такие вот полосы видите и розовые красные здесь с розовым желтый и оранжевый все вместе это тоже серия биколор видите я обозначаю крестиком с которых я буду снимать семена он уже растрескался и обратите внимание сахар настоящий сахар там друзья это томат просто вкуснотища необыкновенная всем советую и так разрезаем наверное все таки вот так разрежу я ой ой какая вкуснятина посмотрите сюда а посмотрите что творится вы видели две вот такие руки мои посмотрите мясо ой скорее бы я сейчас отобрала семена и покушала бы его но если вы посмотрите в нем очень мало семян вот видите очень мало семян поэтому он драгоценный вот такой томатище даже моей руки если взять получше то сейчас уроню моей руки не видно не видно моей ладоши вот такие осочные вот смотрите все стекает это просто слов нет и так дорогие друзья вот это сорт польская слива называется тетушки сварло вот как-то так вот такие чуть-чуть удлиненные миссии не совсем круглые и розовые такие вот розово-розовые сливовые и так вот первый томатик 486 грамм но это не первый томатик первые томаты мы кушали он был и 700 грамм у меня так дальше это чуть-чуть больше по нулям этот 607 ну и вот 700 чем-то вот было вот не помню сколько я просто просто так взвешивал для интереса и кушали мы первые томаты кушали не занимайся никогда вначале сразу вот показывать вот томаты и взвешивать ну просто говорю вот хотите верьте хотите нет вот уже 607 очень вкусные томаты вот такие розовые как бывает такие сливы не бывает не знаю но в общем вот напишите у вас такие они и вот если посмотрите то видно сразу что плечики вот есть зелененькие у некоторых остается есть нет я заметила что те которые вот очень сильно обеспевает прям вот вот прям сок сник льется у них плечиков нет а те которые не совсем еще но это тоже тоже вот уже все то немножко есть плечики здесь вот эти вот зелененькие такие и зелененькие а салатовые такие и сейчас мы с вами разрежем посмотрим на срезе тоже хороший красивый сон так разрежем сочный сочный томат и очень вкусный всегда люблю вот эти моменты когда разрезаю посмотрите мясо и здесь я вижу чуть чуть побольше семян а в первом было маловато тот который был самый большой первый мы кушали потому что они если их не собирать то они потом портятся быстро очень первые вот видите я крестики всегда рисую оставляю для чтоб не срывали никто не срывал уж это для семян для сбора семян вот посмотрите какой томат мой лепешка вкуснятина дорогие друзья вкуснятина я даже вот этот сейчас покажу вам я его даже не убирала вот две тарелки шикарных томатов видите лепешки такие даже не вмещаются итак дорогие друзья следующий томат шикарнейший мною любимый один из моих любимых это золото чероки грин просто обожаю этот сорт я уже посмотрите сколько ферментирую семян отобрано у меня и и я сейчас вам поставлю не самые крупные томаты были и крупнее вот так вот они выглядят замечательные томаты вот эти крестики повторюсь они у меня поставлены для того чтобы не срывали те которые на семена вот посмотрите пятьсот двадцать три грамма сочные просто не передать так по нулям следующий 450 золото чероки грин еще крупнее бывает они бывают я как-то показывала вам 800 с лишним грамм завязываемость в этом году несмотря на жару прекрасная поэтому я хочу сказать что это шикарный сорт вот такой всем советую сейчас я его покажу вам на срезе вообще посмотрите он какой бикалоровский какой он шикарный друзья вообще слов нет сочный прямо сок льется и очень красивый посмотрите какая красота золото чероки грин золото посмотрите видите золотой прямо грин это зеленый смотрите какая красота хочу вам сказать что не везде так много семян я просто удивилась сейчас вот разрезал ну тут крышечки меньше внизу больше бывает что не так много семян таких томатах так сейчас разрежу вам вот этот прям вот такой вот он красивый тоже но у них тоже вот такая вот есть здесь штучка посмотрите внутри зеленые снаружи золотые золото чероки грин посмотрите очень вкусная мякоть друзья я вам просто не передам уже слюной и зашлась хотя ем 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 их вот я собираю семена а эту мякоть мы кушаем и поверьте мне что мы еще дорогие друзья я делаю соки и не бойтесь делать соки из таких томатов из бикалоровских не бойтесь и желтых делать соки получается сок очень вкусный вот прям вкуснейший вот если сок по такого цвета будет это просто вкусно то всем советую как делать сок как я делаю у меня есть на моем канале в гостях у елена здесь в плейлисте заготовки на зиму и так дорогие друзья следующий сорт томата это сердце бреда очень вкусный томат я его сразу всем советую я думаю что многие с ним знакомы и сейчас я взвешу томаты но первые томаты мы уже съедали рвали я сразу не кидаюсь собирать им семена с томатов и мучиться потом куда вот эту мякоть перебранную руками девать и сесть на носок и так далее а нам хочется разрезать попробовать павку покушать поэтому первый томатом и съедаем но иногда я все же взвешиваю первые томаты это уже не первые так сердце бреда на 482 грамма вышла сердце бреда может быть и 600 и 700 и даже 800 я сейчас еще разрежу и вот еще один этот а 398 здесь вот такие же по 500 561 был я уже сняла хочу сказать вам что в нем очень мало семян мало семян малосемянный такой но очень-очень вкусный и сейчас мы с вами на разрезе его посмотрим это один из моих любимых томатов очень вкусный томат друзья повторюсь вы знакомы с ним и вот так вот он выглядит на срезе очень вкусно да наверное каждый думает что сейчас пришла на мысль как будто бы разрезали арбуз это очень вкусно поверьте мне если кто еще не приобрел такой замечательный сорт то пожалуйста приобретайте уже вот видите тут уже у меня растрескается и вот такие вот вещи по бокам это ничего страшного это еще лучше они переспели семена вызрели хорошо я люблю часто оставлять такие томатики на семена в этом много семян это мельче чем крупнее сердце бреда тем меньше семян и когда вот сейчас ложечкой я вот так вот я показываю как я убираю семена вот все больше там нету все то есть вот вот и все семена больше мякоти и так и с каждой вот в этой верхней конечно же меньше да тут уже мякоть вот одна вот здесь уже все больше вот в части где плодоножка затем я наливаю немножечко водички и ставлю на ферментацию когда вверху появляется такая прозрачность и семена немножко то копали не надо до конца ждать это означает что они хорошие то есть уже с ферментация хорошо прошла не держите долго семена потому как они у вас могут перекиснуть и даже пустить росток и потом у вас семечко будет пустое то есть уже свой клювик выпустит в эту водичку в эту кислоту и так дорогие друзья сейчас я покажу вам томат извешу его огромнейшие томаты вот здесь вот он у меня немножко попортился как но был незрачный но семена были хорошие я их собрала но чтобы вам было приятно на него смотреть я обрезала вот эти томаты все три вот они огромные вот они все были на одном в одной связке плюс еще к ним еще два еле-еле вот туша в теле этот куст стоит завязываемость очень хорошая и так томат маршал победы это просто замечательный томат всем его советую и так вот этот обрезанный такой приличный кусок и обрезала будем взвешивать 695 грамм ну вот с этим большим куском это не маленький кусок вот видите даже я руку ставлю я думаю что был бы грамм 8700 может быть но 800 точно может быть чуть меньше на неважно важно то что вот такой огромный томат вот моя ручка и вот он томат так едем дальше следующий по нулям 652 грамма еще такого сорта томат мы не срезали срезала я поменьше съедали и еще один томатик видите 457 грамм и хочу вам сказать что там два вот таких же то есть меньше не было вот такой же просто мы съели вот эти я оставляла специально для семян для того чтобы вам показать ну и сейчас маршал победы в разрезе сейчас дорогие друзья мы с вами будем разрезать вот такой томатик вот так это выглядит маршал победы биф томат шикарный ароматный хочу сказать что здесь семян очень мало вот если я повыковыриваю отсюда сколько-нибудь семян их очень мало так сейчас разрежем и вот эту красоту огромную вот эти вот плечики повторюсь или уже говорила нет они не у всех есть третье крестики оставлю для того чтобы собирать семена их или много или не очень много вот в этом я очень рада что я возьму чуть больше понимаете вот можно сказать сколько здесь отрезана томата вот такой там победы этот друзья я не буду разрезать он такой же как и все вот поэтому пусть постоит таким красивым вот такие красивые вкусные ароматные томаты я предлагаю вам выращенные мною средней полосе россии и подмосковья на севере-западе москвы дорогие друзья вот такие томаты я выращиваю и я вам ставлю здесь небольшой кадрик в этом видео всю тепличку на 12 августа 2021 в полную в такую жару было 36 градусов все лето было жарким и вы посмотрите сколько завязалось томатов дорогие друзья и так ну что же дорогие друзья показываю вам кусочек кусочек красоты тех томатов которые вы будете выбирать в каталоге чтобы вы могли увидеть эту мощь и красоту который вы планируете купить конечно же здесь снимались томаты они у меня посажены три ряда вот такие вот огромные кисти смотрите какие томаты несмотря на жару все вот эти сорта они прекрасно вот сейчас я вам покажу вот даже взять вот они как бомбочки лежат вот у меня я приехала с моря один у меня попортился но это получается что некоторые даже на кусту ферментировались эти все хорошенькие один перри ферментировался так сказать это басинга это бекалоровский классный томат и а рядышком здесь у меня сорт граф орлов желтый гигант такой огромный вот он граф орлов тоже прекрасные томаты прекрасные ну и так далее вот такие они красивые сейчас буду снимать вот эту красоту уже настолько прям прям вот немецкая клубника того гляди вот немецкая клубника того гляди упадет вот от таких больших завязок это не томат это просто сказка сладкие вкусные томаты дорогие друзья заказывайте выбирайте сорта на следующий год у меня будет гораздо больше уже 200 видов есть и еще больше будет 200 сортов такие классные томаты всем советую все проверенные здесь прямо на кусту дорогие друзья на северо-западе выращенные поэтому вы можете видеть какой хороший урожай они дают это томатики такие они красивые это черри санторини это новинка тоже моего сада и вот я его буду выставлять видите такие небольшие томатики такие они дорогие друзья интересные черри но они такие прямо видите красивый как ромашка очень красивый томат тоже вот новинка потом шоколадный заяц вот так вот вот такой вот шоколадный заяц вот видите какой он красивый Вот такой интересный, красивый шоколадный заяц тоже сейчас будет по очереди идти, сниматься будет. Вот посмотрите, какие огромные, огромные, вот только начинают спеть завязки томата, которые называются Потсинское чудо. Вот такое Потсинское чудо. Вот, посмотрите, какие они огромные. Ну, я считаю, что здесь, наверное, точно килограмм будет. Вот, одним словом, дорогие друзья, их все больше и больше. Чем дальше я захожу, чем больше томатов, и они, конечно, мощные. Быстренько надо успевать их снимать и собирать семена и убирать их в баночки. Вот такой обзор моей теплицы. Вот так, дорогие друзья, столько красоты. Как я обещала, вставила вам немного, небольшой кусочек кадров. Итак, дорогие друзья, следующий красавчик – это бассинга. Посмотрите на этой лепешки, видите? И вот эти три томата, вот они, были на одной ветке. И я вам сейчас скажу, даже не три, а пять. Я вам их показывала в теплице. Итак, взвешиваем. Вот эту лепешку мы ставим и взвешиваем. 687 грамм. Хочу вам сказать, что бассинга доходит отдельные экземпляры, если оставлять по 2, по 3, но завязки остальные убирать доходит до килограмма. И это замечательный томат. Так, дальше. По нулям. 463. Дальше. Так, задела. По нулям. 449. И мы сейчас с вами, так, по нулям. Постараюсь их все сюда. 687. Так, не знаю, как вот этот сюда, что ли. Вот этот вот так, сверху еще одну. Кило 139. И если мы добавим третий, вот эти три томата были. Кило 604. Есть. Да. И еще два. Сколько на одной веточке? Вот так. И завязываемость очень хорошая. Ну и, конечно же, в разрезе, дорогие друзья, обязательно с удовольствием для вас это делаю. Потому что я сейчас буду собирать семена. Итак, тарелочка. И мы с вами сейчас разрежем вот этот шикарный томатик. Очень вкусный. Ой, как масло. Ножом по маслу, как говорится. Вот так. Вот такой. Посмотрите. Вот. Вы мою даже ладошку не увидите. Вот такой вот. Золото. И слюна течет. Золото, дорогие друзья. Семян немного, но есть. Однако есть, слава богу. Вот. Это томат бассинга у меня всего лишь первый раз я выращиваю. Первый год. Вот. Это тоже новинка. Сейчас идут новинки моего сада. Посмотрите, какой он классный. Ой, какой аромат. И, дорогие друзья, я уже этот томат пробовала. Пробовать не буду. Это наивкуснейший томат. Ароматный. Тоже такой, знаете, сейчас скажу вам, когда кушаете, такой привкус цитруса что-то есть. Вот такое. Вот даже не могу объяснить вкуса. Но он необычный. Это не томатный вкус у него, а необычный вкус томата. Посмотрите. Похоже, знаете, на белый пломбир. Еще у меня был сорт пломбир. В этом году у меня его нету. Но это лучше. По вкусу лучше. Тут тоже шикарное. А тут еще шикарней. Так, этот мы не будем уже резать, потому что уже тарелка вся полная. Итак, дорогие друзья, перед вами томат граф Орлов. Вот он. Вот он какой томат. Я уже собрала семена и показываю вам один всего лишь томат. Который имеет 593 грамма. Граф Орлов в лучшие годы, если оставить меньше на веточке, и первые томаты, они доходят до 800 грамм. Так что это я уже испытала. Эту красоту я увидела и попробовала. Это очень вкусно. И, конечно же, на разрезе. Всем советую томат граф Орлов. И на разрезе. Обязательно. Ох ты, какой золотой ты. Вот так вот. Оп. Посмотрите. Биф тоже касается биф томатов. И вы посмотрите, здесь есть оранжевый. Если посмотреть, здесь есть полоски такие белого и оранжевого. Желто. Бело-оранжевый, желтый. В общем, вот такой томат. Вот томат граф Орлов. Такой большой, такой красивый. Всем советую. Тоже необычайной вкуса и красоты томат. Итак, дорогие друзья, следующий сорт я не могу назвать. К сожалению, моему сожалению. Вот что значит вовремя этикеточку не приделать. Ну, как-то стаканчик перепутался. И не могу назвать. Очень сожалею, потому что все вот эти томаты, которые я сейчас загружу вам здесь, на весы, все, которые покажу, это одна ветка и не вся ветка. Некоторые у меня просто, ну, уже ферментация получилась на кусту, потому что я уезжала на отдых неделю. Ну, чуть больше. И вот так получилось. Но я с них все равно сняла семена. Если вы помните, то раньше наши бабушки и мамы просто брали вот этот томат, клали на солнце. И он, когда проквасивался, тогда они брали семена. Поэтому я ничего не теряю. Итак. 370 грамм. Один. Посмотрите на эти сердца. Я не могу назвать их. К моему сожалению. Но они такие классные, друзья. И вот я буду складывать. Смотрите, какие они классные. Видите? Связка упала. Они треснули прямо. Мне так жалко, что не могу назвать. Смотрите. Из них я сварю соус. Так. Следующая, четвертая. Уже получается... Ой, что-то 309. Что-то странно. Так. Давайте заново. Так. Заново, друзья. Час... Так. Включим. Итак. Один. Второй. Третье сердечко. Девять с чем-то. Посмотрите, какие сердца. Такие они классные. 970. Следующая. Уже кило 304. А это огромное сердце. И здесь было рядышком. Вот здесь перекреплено другое сердечко, с которой я уже сняла семена. Вот такое же. Если бы отдельно сфотать, то была бы, конечно, огромная сердечко. Кило 646. Пять сердечек. Друзья, всем советую этот сорт. Ну, что же. Та-дам, та-дам, та-да-дам. Ой. Какая прелесть. Кожица сама по себе сходит. Вот, смотрите. Как, мои дорогие друзья, вот это сердечко не кушать. Так не положишь, потому что, сами понимаете, почему. Видите, вот здесь такая вот сердцеобразная окончание томата, поэтому его не положишь. Томат так. Ну, вот, смотрите. Видите? Ай. Настоящее драгоценное сердце. Посмотрите. Красота. Я сейчас разрежу все. Потому что я буду ими сейчас заниматься. То есть, буду снимать семена. Поэтому все, все разрезаю. О! Чудо! Чудо чудное, а не томат. Красота. Все, друзья, разрежу все. Вот это можно разрезать вот так. Еще посмотреть. Я сейчас буду собирать семена и варить соус. Вот, посмотрите. Видите? Какое сердечко. И, конечно же, при сборе семян я наедаюсь вдоволь, дорогие друзья, этих томатов. Их столько много. Я просто обожаю их. Вот. И, как всегда, все спрашивают, куда вам столько. Во-первых, я занимаюсь семенами. Во-вторых, я обожаю, обожаю сажать различные сорта томатов. Я очень люблю их выращивать. И, конечно, тоже люблю кушать. Люблю соки, люблю томаты, соусы. Консервированные томаты тоже люблю, но не очень. Люблю квашеные, соленые. Люблю угощать, дорогие друзья. Соки просто обожаем. У меня четверо детей, они все семейные. Вот. Муж, я. У мужа мама. Тоже семья целая. Сестра с мужем. В общем, у нас есть кому кушать. И пить эти соки иногда даже их не хватает. Очень люблю. И вот сейчас у меня будет огромная 20-литровая кастрюля ставиться. Так, из них... Сейчас еще соберу на кусту их больше. Это я просто вот пронесла, чтобы снять вам видео. Пожалуй, сегодня сварю сок из них. Это обалденный сок. Просто нет слов. Как варить сок у меня есть на канале. Обязательно постараюсь на чисто кулинарный канал. У меня еще есть. Можете переходить. Называется вкусная минутка с Еленой. Ссылочка внизу в описании в инфобоксе. Обязательно я еще там с большим удовольствием выложу это видео. Хотя у меня на канале есть уже здесь. Но там отдельный канал кулинарный. Смотрите. Видите? Какая красота. Вот. Так что у меня сегодня, друзья, весь день, весь день я собираю семена. У меня сейчас более 20 стаканов будет банок, банок больших, потому что много семян. И вот все, что я вам показала, вот эти все красивые-красивые томаты и даже, друзья, вот такие тоже пойдут у меня на сок. Сок очень вкусный. Очень. Из них я и соус варю. Ну и что, что соус не красный. Но он зато вкусный. В него добавляете. Можете сварить соус суга. У меня есть на канале такой рецепт. И добавить туда перца сладкого. И будет тоже красивый цвет. А вкуснятина-то какая. Соус с фруктовым оттенком. Чем хуже? Можете и тот, и тот соединить. У меня отдельно есть много. Желтый и оранжевый сок томатный. Я вам показывала, как я готовлю. Все есть. Можете зайти в заготовки на зиму плейлист. Он внизу в описании под видео. И вы увидите, как я готовлю. Этот замечательный сок. Соусы. И многое-многое. И зимой, как я готовлю. Кто на моем канале, тот знает. Из вот этих томатов. И как я их замораживаю. У меня есть. И что я с ними делаю. Но я целиком прямо вот такие томаты замораживаю. Зимой под горячей водой шкурочка снимается. И кладу его. И запекаю. Или запекаю с шкуркой вместе. А если на суп, то снимаю. Рублю и закладываю. Это очень вкусно. Все. Идем дальше. Дорогие друзья, это заржавевшее сердце. Посмотрите, какие томаты. Сейчас я взвешу. 347 грамм. Но это сердце имело и больший вес. Просто они первые съедены. Сейчас я вам... Вот это вся ветка здесь. Вот столько их на ветке. Их 4, 5, 6, 7, 8 штук. Так. Дальше. По нулям. 280. Вот они все такие красивые уже. Видите, уже готовы к снятию. 287. Надо же прямо одинаковые. Дальше. Вот. 212. Дальше. Еще вот такое. Ой, чуть не уронила. Вот такое. Но ничего страшного. Как раз оно пойдет. 190. Это все меньше и меньше. Я вам, видите, показываю сколько на кусту. Это 201. Вот оно такое красивое. И с трещинкой. Дальше. 161. И вот это вот маленькое сердце. 145. Видите? Чуть-чуть меньше, меньше, меньше. И все вместе сложить, конечно же, это много. Их, этих сердец. Они все такие красивые. Так хочется прямо и фотографировать их, и кушать их, мои дорогие. Это прекрасные томаты. Это просто нет слов. Всем советую. И сейчас, конечно же, я покажу на срезе. Давайте я вам вот такое разрежу. Хотя их каждую разрезать можно. И просто красота. И вот так вот выглядит заржавевшее сердце на срезе. Вот такой вот пикалоровский сорт. Видите, он такой ржавый. Вот, если посмотрите. Так и называется. Буду разрезать все, потому что снимаю семена. И готовлю сегодня соки. Вот. Посмотрите, какой. Какая радуга цвета. Просто красота. И вкуснота, дорогие друзья. Сочные томаты. Вот. Каждый, каждый разрезаешь, с него течет сок. Вкусно и ароматно. Дорогие друзья, пожалуйста, томат, заржавевшее сердце. Итак, дорогие друзья, следующий красавчик. Это бикалоровский. Это сердце зебры. Вот так выглядит томат. Очень красивый. И повторюсь, что они есть разного размера. Итак, включаем. Будем с вами взвешивать. 274 грамма. Но они идут от 500, 400. В общем, вот такие у них граммы. Дальше. Тоже красивые. 257. Вот два вот таких замечательных, красивых сердечка. Получается 530 грамм. А если мы добавим еще и третье сердечко, то у нас будет с вами 720. И вот такие еще маленькие сердечки есть. 832. Очень много сердец есть. А здесь я уже снимаю семена. Вот такой он внутри. Вот тоже какое большое сердце. А тут вот тоже маленькое. Я вот снимаю. Семян очень мало. Это два разных кусочка. Очень мало семян. Очень. Одна мякоть. И внутри вот такая красивая бикалоровская. Красота. Ну и сейчас мы с вами будем разрезать, дорогие друзья. И смотреть, что у нас в серединке. Как обычно. Так. Где ты? Где ты? Вот этот разрежу. Потому что я уже начинала. У меня сейчас тут на очереди просто очень много, чтобы они не кисли лишний раз. Хотя я больше люблю. Если вы помните, наши бабушки тоже так оставляли, чтобы прокисал помидор. И тогда только снимали семена. Вот так вот он выглядит внутри. Вот. Такая красота. Ну и давайте я еще один разрежу. чтобы вас удовлетворить. Посмотрите, какая красота. Середина какая. Вот. Здесь это кажется, что много семян. А на самом деле это немного. Вот можно чуть-чуть взять ложечкой и все. Но в отдельных экземплярах, как я вам уже сказала, их очень мало. Прям вообще. Вот такие, дорогие друзья, томаты. Красивые, вкусные, ароматные. Всем советую. Томат сердца зебры. Очень вкусный, мясистый, ароматный, с фруктовым оттенком. Субтитры создавал DimaTorzok